Умная и красивая Умная и красивая Вы знаете, замечали ли вы, что часто умные женщины, такие заумные слишком, да, считают, что красиво это как-то легкомысленно, а красивые не сильно утруждают свой мозг. К сожалению, действительно так даже существует поговорка, что либо умная, либо красивая, да, как в том анекдоте про обезьяну. А что, если можно это соединить? Вот многие из вас наблюдают за Женей уже давно. Мы все знаем нашу Женю как умную и, в принципе, симпатичную девушку. Но сейчас она движется на пути к совершенству для того, чтобы стать лучшей версией себя. И она занимается как раз в том зале, где менеджером работает Валерий. То есть, фактически ты занимаешься спортом и делаешь, знаешь, вот как я говорю, best of yourself, да, красивую версию себя, спрятанную внутри тебя. Поэтому вот мы и пригласили Валерия, чтобы спросить, а зачем женщинам ходить в спортзал? Умным. Зачем умным женщинам ходить в спортзал? Во-первых, чтобы быть еще умнее. Потому как, когда мы тренируем свои мышцы, то мы тренируем свои мозги. Это все две системы. Мышечная система и центральная нервная, они взаимосвязаны. Во-вторых, есть такое, можно все обобщить и сказать, что мы стареем, потому что перестаем заниматься, а не перестаем заниматься, потому что стареем. То есть, движение – это жизнь. Помимо того, что мы приобретаем какие-то морфологические изменения, то есть, становимся красивее, да, у нас уменьшается подкожно-жировая клетчатка, мы продлеваем здоровье своим системам и органам. Потому как постоянный ток крови по кровеносному руслу приводит в тонус сосуды, улучшает отток от нижних конечностей, что немаловажно для женщин после 40 лет, потому как очень большая проблема – это варикозное расширение вен. Плюс мы тратим лишние калории, то есть, можем позволить себе лишнее мороженое, либо лишнее пирожное. Мы вообще сахарники. Да, мы сахарники не надо нам это рассказывать. Тем более, значит, лишний бокал вина. Ладно, хорошо. Его тоже надо израсходовать. Плюс мужчины больше хотят, если ты хочешь спортзал. Мужчины больше тебя хотят, если ты хочешь спортзал. Естественно, расширяется круг знакомств. Вот. Это однозначно. Вот. А правда, кстати, вот я слышала, что, ну вот вы тоже сказали, да, что ум и тело взаимосвязаны. Я слышала, что если у тебя тренированное тело, то многие психологические проблемы ты проходишь легче. Конечно. Конечно. Постоянная работа над собой, она выводит нас в состояние подготовленности. То есть можно условно позиционировать три состояния организма. Это болезненное состояние организма, это норма и это подготовленное состояние. Во время, если случается какая-либо стресс-реакция, болезнь, неприятности какие-то, мы находимся в подготовленном состоянии. Самое худшее, что с нами может произойти, это мы вернёмся в состоянии нормы. Нормы. Да, если мы будем находиться в состоянии нормы, то любая стресс-реакция откатывает нас в болезненное состояние. Я заметила, кстати, Женя, вот такую вещь. Вот мы же сейчас находимся в городе Николаеве, где Эльфитнес действительно самый лучший клуб, куда стоит ходить. Я заметила такую вещь, я очень многих женщин консультирую. Наверное, я знаю каждую третью женщину в этом городе, ну хорошо, четвёртую. И вот заметила, что если ко мне приходят на консультацию девушки, которые занимаются спортом, ну как-то по стечению обстоятельств именно из вашего клуба, то многие психологические проблемы мы решаем быстрее, действительно быстрее, через тело. И вот девушки, которые очень хорошо знают своё тело, они тренированы, я слышала от них, они говорили, я легко справляюсь с этим, потому что я пошла на тренировочку, вот взяла с собой проблему и через тренировочку её проработала. То есть тело и разум части одной системы, и получается, многие женщины тратят очень много денег на психологов, когда их лучше потратить на спортзал. Я хотела добавить, вы помните эксперименты «Антирафинированная жизнь»? И у меня был день, когда мне испортили настроение, и у меня было постоянное желание заесть в стресс. Неделю назад мне испортили настроение, но я уже была на тренировке, и я этот стресс отработала. Это совсем другое состояние, когда ты с плохим настроением приходишь на тренировку, но после неё ты выходишь счастливым, да, уставшим, да, после стресса, но совсем другое, ты наполненный, ты можешь, да, у тебя больше сил. Конечно, ну, хорошо, а, допустим, вот я хочу спросить у Валерия, я часто женщинам советую свою агрессию, вот они её агрессию выбрасывают на мужей часто, что-то там критикуют, упрекают и так далее. Я советую пойти в спортзал, попросить тренера повесить грушу, и просто взять свою агрессию, вот в грушу выбить, да, и два раза в неделю, и ты становишься такая белая и пушистая, правда это? Ну, как вариант, используют у нас есть груша, есть, есть у нас груша, есть зал, специально отведённое место для этого. Психологические разгрузки? Бывает, да, ну, как правило, даже в плохом настроении, после тренировки происходят гормональные изменения. Да, точно, гормоны дисбалансируются. А много у вас таких историй, вот когда приходит женщина, ну, такая, ну, вообще запущенная, вот сколько ей времени нужно, чтобы примерно привести себя в норму? Вот, Женя, с помощью вашего спортзала, и с помощью, с помощью вашего спортзала, прежде всего, откорректировала свой вес вот на 10 килограмм за полтора месяца уже, да? 10 килограмм. Ну, 5 килограмм за 2 недели, которые работают плотно с Эльфитнес, и 5 килограмм за время... За месяц, то есть 2 недели, и у тебя ушло 5 килограмм. Вот если женщина в таком запущенном состоянии переходит, сколько ей времени нужно, если она будет слушаться? Ну, лично я считаю, что всё-таки темпы Евгении, они чуть-чуть форсированы. Да. То есть 5 килограмм в месяц, это в месяц, повторюсь, это приемлемая цифра для женщин, у которых изначально вес был выше, чем 70-80 килограмм. Я понимаю, да, да, да. Чем женщина меньше, тем, соответственно... Ну, понятно, да, да, да. И процент коррекции веса тоже должен быть, тоже должен быть меньше. Связано это вот с чем. Потому как, когда мы корректируем вес, то мы тратим... В расход у нас идёт не только подкожный жир, но и висцеральный. Висцеральный – это жир, который находится в брюшной полости, да. На нём у нас очень спокойно себя чувствуют наши внутренние органы. И когда этот процесс происходит сильно быстро, то связки, которые удерживают внутренние органы внутри брюшной полости, они не готовы. То есть вот эти девочки, которые из-за несчастной любви худеют страшно и довольны этим, на самом деле себе вредят? Ну, и себе вредят, и, как правило, девочки, которые не занимаются и худеют от несчастной любви, они теряют, скорее всего, больше мышц, чем подкожного жира. Понятно. А мышцы – это у нас ткань, ту, которую надо беречь. Это ткань та, которая, а, потребляет кислород, б, потребляет много калорий для своего жизнеобеспечения, плюс она передвигает нас, она создаёт мышечный корсет, держит наш позвоночник. Ну, фактически. Создает движение, это наши движения. Держит нас молодыми. Наши движения, да. Кстати, именно этого человека мне представили как мозг проекта преображения. Я вот сейчас хочу задавать вопрос, нужно ли с мозгом подходить к тренировкам? Ну, естественно. То есть бездумно… В чём заключается? Как минимум процесс должен быть системный и глобальный. То есть одних тренировок недостаточно. Всё-таки необходима и коррекция по питанию, и необходимо терпение, и необходимо системный. Уже всё в клубе у вас в системе. У нас, естественно. Ты приходишь туда? Мы специалисты, мы специалисты. Вот я про это. То есть женщина к вам приходит и попадает в руки профессионалов, правильно? Однозначно, однозначно. Любой человек, не женщина, любой человек. Мы про женщину. Хорошо, любая женщина, попадая в руки тренеров нашего клуба, она в надёжных руках, она в руках профессионалов. Они вырвятся уже, да? По сто процентов. Ну да, потому что я видела, что выстраиваете дневник питания, да, всё. Ну это вообще очень здорово. И всё-таки, ну вот так если примерно прикинуть, вот если женщина, например, весит примерно 70-80, ну 80 килограмм при росте, например, метр 65, ну понятно, у неё лишний вес. Вот сколько ей нужно фокус внимания, сколько времени фокус внимания на себя держать? За три месяца тренировок, диеты, фокуса на себе, она достигнет красивых результатов? Минус 15 килограмм в три месяца. Ну это ж не только... Есть конкретные примеры. Это ж не только цифры на весах, правильно? Она же выглядеть будет по-другому. Конечно, естественно. Да. А правда это, что вот худеть, ну вот скажем, диетой и худеть спортом, разные вещи? Однозначно, конечно. Дорогие мои, времени, к сожалению, совсем мало. Закончите фразу и мы уже будем заканчивать нашу беседу. Диета и... Диета и спорт. Во-первых, когда мы занимаемся, то мы тратим больше калорий и процесс происходит гораздо быстрее. Во-вторых, мы провоцируем синтез белковых структур, а это и кожа упругая. Понятно. И... И вообще, в очередь... Давайте знаете, что им скажем? Почему вот ваш клуб самый лучший? Ну потому что мы относимся профессионально ко всему, что касается фитнеса. Отлично. Спасибо вам большое. Я впервые вот так вот, вот такая интересная беседа. У нас было два интервью мира и один гость. Спасибо большое за ваши ответы. Спасибо большое за ваши вопросы. Мы набросили. Я думаю, что женщины, которые нас смотрели, получили ответы и получили мотивацию. И пойдут в спортзал. Пойдут в спортзал, займутся собой и будут не только умными, но и красивыми. Да, спасибо. Увидимся через неделю. Будьте умными и красивыми. Не бойтесь меняться. Все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!